Насыщенная программа ждала саровчан в художественной галерее. Для посетителей всех возрастов работали 12 площадок, где все желающие могли открыть для себя что-то новое и неизведанное. Например, в лаборатории «Пигменты Лайф» гости галереи учились создавать краски с помощью льняного масла и мела. Здесь же проходила викторина. Мы можем познакомиться с профессиональными названиями цветов. Каждый художник знает, какой цвет. В нашем обиходе мы знаем синий, голубой. Оказывается, они могут называться и королевской, и турецкой. Так вот, каждый может проверить себя еще в знании цветных вопросов. Особым подарком для посетителей художественной галереи стало выступление Ольги Белошицкой и ее воспитанников, которые показали танцевальные импровизации. В этом году «Ночь в музее» – это для нас такая площадка, в которой мы можем показать то, чего не можем показать в других местах. То есть это перформансы, где мы прямо находимся рядом с людьми, где нет сцены, которая нас отделяет, где мы можем показать очень странные, непонятные вещи, какие-то рискованные даже. Но при этом это такая встреча со зрителем. Еще одной точкой притяжения саровчан стал музей ядерного оружия. Дети и взрослые с увлечением слушали лекции специалистов и рассматривали уникальные экспонаты, рассказывающие историю становления нашей страны в качестве ведущей ядерной державы. Вот мы решили нынче посвятить эту встречу с нашими гостями крупному юбилею, который будет 29 августа в этом году, юбилей нашей первой советской атомной бомбы. И вот, собственно, все доклады у нас здесь есть, все сообщения посвящены этому событию. Познакомиться с экспозицией музея ядерного оружия можно, не дожидаясь следующей ночи музеев. В будние дни для свободного посещения музей открыт по вторникам и четвергам с 14 до 17 часов. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.